Епистинья Федоровна Степанова жила вместе с мужем Михаилом Николаевичем на Кубани. Они родили 15 детей и каждому из них желали счастливого будущего. Но жизнь распорядилась иначе. Четверо детей умерли от болезни совсем маленькими. Потом гражданская война. Не вернулся старший сын Александр. Его фотографии у матери не сохранилось. На память она повесила на стену школьную грамоту Саши за отличную учебу. Все, что осталось у убитой горем женщины от погибших детей, это фотографии и письма, которые она перечитывала каждый день, обливая слезами каждую букву, каждую строчку. Очередные испытания пришли в семью в середине голодных 30-х. Умер глава семьи Михаил Николаевич, а затем и младшая дочь Вера. Осталось у овдовевшей Епистине Федоровны 9 детей, 8 сыновей и 1 дочь. Жизнь семьи сначала постепенно налаживалась. В 1939 году Степановы переехали на хутор имени 1 мая, сейчас Ольховский. И новое горе. В боях с японцами под Халхинголом погиб сын Федор. С началом Великой Отечественной на фронт ушли шестеро сыновей. Рядом с матерью остался лишь младший Александр, которого в семье ласково звали Мизинчиком. Своё имя он получил в честь старшего погибшего брата. Дочь Епистине Федоровны, Варя, вместе с мужем отправилась в эвакуацию в Алмату. Жизнь Епистине Степановны превратилась в сплошные ожидания весточек и писем с фронта от сыновей. «Мама, в начале войны при отступлении наших войск отступал и я», – писал ей сын Иван. «Приходилось попадать в плен и окружение десять раз. Я закалился, смерти теперь не боюсь, хотя и с жизнью жалко прощаться. Получил сегодня твоё письмо и с такой жадностью читал каждую букву и строчку. Знаю, мамочка, я до последнего дыхания своей жизни буду помнить тебя. Может, мы с тобой больше никогда и не встретимся? Последняя моя надежда. Это письмо получишь ты, и этот клочок бумаги будет напоминать тебе о твоём сыне». Утешением матери служил младший Александр, но и он через какое-то время добился, чтобы его взяли на фронт. Для обеспокоенной судьбами своих детей-женщины настали чёрные дни. Стали приходить дурные вести. В 1941 году пропал без вести на Брянском фронте сын Павел, артиллерист. Получила ей письменя Фёдоровна похоронку и на старшего Николая. Она не хотела верить в гибель сыновей и продолжала каждый день молиться и ждать любую весточку от родных солдат. Но писем не было долго. После того, как весной 1943 года был освобождён Краснодарский край, вести с фронта стали приходить снова, укрепляя истощённое сердце матери и вселяя надежду на встречу. Получила она весточку и от младшего Александра. «Здравствуйте, мама. Хочу вам сообщить, что я жив и здоров, чего и вам желаю. Обо мне не беспокойтесь. Видел брата Филиппа. Случайно встретились. Поздоровались, посидели. Наверное, сейчас. Поговорили, и он пошёл. Да, вы мне напишите его адрес, а то я не успел спросить. Сейчас я нахожусь в госпитале. Пулевое ранение. Касательное. Страшного ничего нет. Временное отсутствие движения обеих рук. Но благодаря лечению одна рука уже пришла в действие. Надеюсь, что в скором времени будет и другая работать. И я смогу снова защищать родину. Мы закончим, тогда приедем. Если будет счастье. Ваш сын Сашка». Это письмо младший сын Сашка, Мизинчик, отправил матери за несколько дней до ожесточённой битвы за Днепр. 36 часов 20-летний старший лейтенант прикрывал переправу через кипящий огнём Днепр. Шесть атак сдержала рота Степанова. Седьмую он уже отбивал один. Последней гранатой Сашка взорвал себя. За мужество и доблесть, проявленные в боях за родину, Александру Степанову посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Эта весть стала для Епистини Фёдоровны настоящим ударом. В это же время она узнала, что в боях под Курском погиб сын Илья, танкист. В 1944 году она получила письмо из Крыма от незнакомой женщины, которая воевала в партизанском отряде с Василием. Она сообщила, что в 1943 его расстреляли фашисты. Вскоре пришла скорбная весть из Белоруссии. Иван, воевавший на Западном фронте, после побега из лагеря, был схвачен и расстрелян полицаями недалеко от Минска. Несколько месяцев не дожив до победы Филипп Степанов, умерший в феврале 1945 года в лагере для военнопленных в Германии. Но об этом Епистини Фёдоровна узнала только в 1950 году. После победы Епистиния Степановна до конца своих дней помнила, как восприняла весть об окончании войны. Когда случилась победа, я шла в станицу. На улице ко мне подходят прохожие, мужчина и женщина. Они веселые такие, смеются и говорят. «Бабушка, уже война окончилась! А что вы не празднуете?» Я, как услышала, корзинку из рук выронила. Ноги мои подкосились. Я упала на землю и заплакала. «Земля! Скажи мне, где же мои сыны? Где Коля? Что с Фили? Где Вася и Ваня? Почему всю войну молчит Павлуша? Не может быть, чтобы погибли Илюша и Саша Мизинчик! Не верю! Этого не должно быть!» Война закончилась, а она все продолжала ждать и днем, и ночью. И дождалась. Искалеченным вернулся сын Николай, на которого в 41-м пришла похоронка. Он получил несколько тяжелых ранений, от последствий которых страдал всю оставшуюся жизнь. Но и его суждено было потерять Епистине Федоровне. Тяжелые испытания выпали на ее материнскую долю. Все ее сыновья отдали жизнь за родину. Все, что осталось у убитой горем женщины от погибших детей, это фотографии и письма, которые она перечитывала каждый день, обливая слезами каждую буковку, каждую строчку. После войны Федоровна, как она называла себя, жила скромно в семье своей дочери Вари. В 60-е годы об истории Епистине узнал один из местных журналистов. Его очерк попал во множество всесоюзных изданий. О ней и о ее сыновей писали статьи и поэмы, сняли документальный фильм. Слово об одной русской матери. Сердца людей отзывались великой любовью. Ведь почти в каждой семье были потери. Матери не дождались сыновей, жены, мужей, дети, отцов. Епистине стали приходить письма со всей страны. «Пусть о вас будут знать все люди на земле, дорогая Епистиня Федоровна. Я считаю себя в большом долгу перед вами. Разрешите мне ваших сыновей считать братьями, а вас своей мамой, которую я буду любить как родную». Из письма солдата Владимира Лебеденко. 7 февраля 1969 года солдатская мать скончалась в возрасте 94 лет. В 1977 году Епистиня Федоровна была посмертно награждена орденом Отечественной войны первой степени. Она стала одной из первых женщин, удостоенных орденом мать-героиня. «А те решили станицы, мужчина и женщина, и говорят, бабушка, уже война кончилась, втошел и неправда. Правда, бабушка, вот пойдете и узнаете». «Но я заплакала, что я упала, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я сама стала. Ну так, они туда пришли, я пришла в станицу, пришла. Я же думала так, мою сену, и приеду додому. Кончилась война. А в ночи уже сени идуть, а мои сена... Он работает ангелом, говорит, что я не знаю, что я не знаю. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»